Владельцы кухонных вытяжек очень часто сталкиваются с такой проблемой, как замена фильтра на вытяжке, жирового фильтра. Когда он забивается, она перестает нормально функционировать. И это грозит тем, что может сгореть сам двигатель в самой внутри вытяжки. По причине того, что фильтр забит, воздух не пропускает, сам мотор движется намного быстрее, чтобы протянуть воздух. Соответственно, у него идет больше нагрузки. И вот в этом видео мы расскажем о том, как продлить жизнь своему фильтру без его замены, как его почистить, какие средства использовать. И это сэкономит средства финансовые для очистки фильтра. Вот этот фильтр, который вы видите, я держу в руках. Мы вчера чистили, и поэтому он уже более-менее выглядит как более светлый. Но поверьте, он был полностью жирный, он был полностью желтого цвета. И сейчас можно обратить внимание и видеть его внутри. Он все еще заполнен жиром. Поэтому я хотел бы показать, как от этого избавиться. И для этого мы приготовили вот такую вот емкость. Нам понадобится вот такая емкость. Она не должна быть сильно большой, длинной, широкой. Но желательно, чтобы она была глубокой. Для того, чтобы мы могли поместить вовнутрь вот этот фильтр. При этом ее жидкость не растекалась, которую мы планируем туда добавлять. А наоборот, увеличивалась уровень ее. Таким образом у нас покроется полностью вся поверхность жирового фильтра. И будет очищаться. Средство, которое мы будем использовать, оно очень ядовитое. Поэтому обязательно, обязательно, это очень важно. Одевать перчатки и обеспечить максимальную вентиляцию в помещении. Лучше это делать на улице. Но если нет возможности, то максимально обеспечить вентиляцию. Чтобы не надышаться этим средством. Средство, которое используем мы для очистки жировой поверхности, жира внутри фильтра, для вытяжки, жирового фильтра. Мы используем средство, которое у нас называется КРОТ. В вашем случае оно может называться по-другому. Но основное его действие это очистка труб. Средство содержит гидроксид натрия. Может быть в вашей ситуации это будет другое название. Но содержание должно быть такое же. Мы пробовали разные варианты. Мы использовали разные чистящие средства для поверхностей жировых и других вещей. Для очистки посуды. Все это не работает. Оно не помогает для очистки внутреннего жира в фильтре. Ну и попробовав вот этим средством воспользоваться, мы очень увидели хороший результат. Но потому как у нас поверхности были уже слишком зажирены, нам приходится использовать его несколько раз. На просторах интернета также мы столкнулись с тем, что люди используют похожие средства. Но задержка на этом оказывается в 15 минут. Мы посчитали, что 15 минут это слишком долго. И видели негативные отзывы о том, что прожигаются дыры внутри вот этого, ну вот этой решетки. Возможно в вашем случае решетка будет не алюминиевая. У нас она алюминиевая и снаружи. Снаружи, внутри и в самом-самом внутри тоже есть алюминиевая прослойка. Вот, наверное, здесь будет немножко видно, в этих отверстиях, что там металлическая сетка. То есть она из алюминия. Поэтому она не прожглась, но мы не рискнули 15 минут использовать. Мы решили 5 минут, может быть 10. Итак, давайте приступим к очистке нашего фильтра. Открываем крот. Я делал обязательно перчатки. В инструкции к применению написано, беречь от детей, беречь руки, попадает на кожу, прожигает. Можно получить серьезные ожоги или надышаться. Лучше всего этого избежать и обезопасить себя. Вот, мы нальем так, чтобы у нас поверхность была покрыта. Ну и дальше посмотрим, что из этого получится. Так, я залил. Часть, оно... Часть я ставил на второй кусочек фильтра. На вторую. Вот, руками трогать я не буду. Как вы видите, уже пошла пена. У меня есть вот такое приспособление, чтобы его придавить, углубить. Можно его поколыхать. Вот, как бы вот, чтобы максимально оно продержалось тут. Ну, это надо подождать. Оно сразу возникает небольшая пена. Потом оно начинает запениться сильно-сильно. Вы это все сейчас сами увидите, как это происходит. Я буду немного придавливать, мне очень хочется, чтобы жир побыстрее оттуда вышел. Как бы помочь его растормошить, выбить из этого. Я покажу на примере одного фильтра. Второй буду делать точно так же. Смотрите, образуется уже больше пены. Можно больше залить сюда, чтобы он больше был покрыт. Но я делал вот так. Видно уже, да, он поменял цвет, немножко он стал жирнее. Желтее. Жидкость, она поменяла цвет, она стала более желтой. По причине того, что жир выделяется, разъедается внутри фильтра. И если можно приостановить, то видно, что происходит какая-то реакция. То есть идет выделение. Больше пены внутри. Все оно там прорабатывается. Чистка от жира. Возможно, понадобится несколько раз его прочищать. Может быть, даже в этот раз мы сейчас прочистим, но это не будет достаточно, чтобы полностью его очистить до былой чистоты. Поэтому мы это уже делаем второй раз. Может быть, понадобится третий раз. Но средство работает. И используя это средство, можно его каждый раз чистить, чистить и чистить. Очень важно засекать минут 5-10. Больше не рекомендую. Почему? Потому что лучше лишний раз еще раз прочистить, чем прожечь себе дыры в этом фильтре. Лучше потратить еще немножко средств на покупку нового чистящего средства, чем покупать после такой чистки новый фильтр. Я его через время потом переворачиваю вот таким образом. Может быть, у кого-то будет поудобнее приспособление. Я просто не хочу, чтобы попало на руки. Чувствуется, как прямо аж тепло выделяется. Видно, да, что пена стала желтой. Если бы емкость была больше, то мне бы пришлось больше залить средства, чтобы покрыть большую площадь. Но уровень был бы меньше. Поэтому емкость подбирайте такую, чтобы вместился фильтр. И при этом мы смогли бы добиться уровня заливки. Первый раз, когда делали, пены было гораздо больше. Пены было больше воды. Самой жидкой жидкости уже не было. Все было в пене. Пена была очень-очень темно-рыжей. Мы делали сразу два фильтра. В этот раз один. И уже второй раз. Поэтому реакция уже не такая сильная. Но она есть. Видите, уже жидкость меньше, больше пены. Воды мы сюда не заливаем. Это все делается в чистом виде. Чистое средство, без воды. Водой мы будем пользоваться потом, когда будем смывать это все. Нам понадобится много воды для того, чтобы хорошо это все смыть. Я его колыхаю. Возможно, вы попробуете у себя так сделать. И может быть не надо будет колыхать. Просто переворачивать периодически. То есть каждый сможет сделать так, как ему будет лучше, удобно. Я показываю только пример и принцип. И рассказываю, каким средством пользовались. Потому что точно так же, как и многие, наверное, люди, владельцы кухонных вытяжек, столкнулись с проблемой, искали способы. Опять же повторю, чего только не перепробовали. Пока остановились на этом. Поэтому решили поделиться полезным советом. Сколько пены, да? Наливали вроде бы чуть-чуть было, а все в пене. Если можно посмотреть на уровень, то все это пена. Пена от химической реакции. Она все увеличивается, увеличивается. И больше становится. Я повторюсь, рекомендую минут 10, может быть 5. Ну, от 5 до 10 минут. Лучше, если переживаете, начать с 5. Вот смотрите, пена стала прям грязь выделяться, подниматься с пены. Смотрите, все. Не могу долго держать. Слишком печет. Даже через перчатки горячо становится. Я еще раз повторю, может быть, понадобится сделать это несколько раз. Средство это не сильно дорогое. Видно, да? Вот сколько грязи вылазит из тех мест фильтра, куда мы руками, щетками никогда бы туда не добрались. Просто никогда. Итак, друзья, пришло время. Прошло уже где-то 8-10 минут. Все это надо смыть. И начну заливать. Потом сразу же я сливаю. У меня вот просто тут люк. Так у меня удобно, вот мне так было удобно сделать. Забрать место. Вы подбирайте себе, которое вам подойдет. Хорошо промываем саму емкость. У меня не остались никаких остатков нашего химического сечения. Работаем дальше с фильтра. Можно прям напором воды вымывать жир, который растает. Вот прям можно вымывать напором воды. Если натура у вас сильнее, тогда же лучше. В комочки тут выпадают. Видите, повылазили. Рыжие. Вот. Это все жир, который не дает вашей вытяжке хорошо работать. Он не сразу появляется. Года через два давайте посмотреть и сравним результат. Внешне такой же светленький, как был. Но внутри все еще есть жир, но уже больше просветов. Поэтому, я повторюсь, может быть понадобится еще несколько раз. Но, как вы видите, есть уже просветы. И через эти просветы проходит уже воздух. Я думаю, что еще одного раза будет достаточно, чтобы вымыть вот эти жирные места. Вот эти вот. Давайте сравним с тем, который у нас еще здесь не обработал. Вот насколько забит необработанный, вот насколько забит обработанный. сравним. На свет ставим и видно, что вот этот более чище. Этот более плотно забит жиром. Видно, да? Тут светлее, тут темнее. Забит жиром. Итак, подводя итоги, что еще хочу посоветовать. После того, как вы полностью добьетесь очистки своего фильтра, рекомендую такую очистку проводить хотя бы раз в год. Раз в году. Не допускать до полного забивания жира, полного загрязнения фильтра. Тогда очистка будет проходить не так часто, не так придется, ну, скажем, не два, не три раза пользоваться средством. Может быть, достаточно будет одного раза. Ну, а там, смотрите, может быть, раз в полгода. Но это позволит вам продлить жизнь своей вытяжки без лишних нагрузок, соответственно, продлить жизнь своему фильтру без необходимости покупать новый. Если, конечно же, уже произошли какие-то механические поломки в самом фильтре, то данное средство не поможет. Оно помогает только лишь для очистки жира внутри жирового фильтра вытяжки уходной. Спасибо за внимание, спасибо всем, кто смотрел это видео, подписывайтесь на наш канал, будем делиться полезными советами. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...